Добрый день дорогие подписчики с вами снова как обычно Михаил Игоренков рад приветствовать вас на своем подкасте прошло UFC 259 турнир конечно запомнился очень многими прежде всего выступлением Петра Яна и так далее на эту тему уже был записанный подкаст в котором я в Соляново разобрал этот бой именно дала свое мнение по произошедшему Какие-то выкладки дал плюс там был обзор как бы прошедшего турнира плюс общение с подписчиками как бы все время прошло наступила как говорится новая неделя впереди следующий турнир UFC и соответственно был опубликован сегодня мною были опубликованы опросы в моих сообществах это конкретно группа ВКонтакте канал в Телеграме и соответственно канал на ютюбе вкладка сообщества где вам было предложено выбрать именно тот поединок на который я дам прогноз разбор и так далее Вот давайте вкратце пробежимся на ютюбе получается подавляющее большинство голосов за мейн-ивент Леон Эдвардс против Белала Мухаммада Ну вот ВКонтакте небольшой перевес на Мишу Цурканова и Райана Спена Вот а в Телеграме с небольшим отрывом все-таки лидирует мейн-ивент этого турнира Леон Эдвардс против Белала Мухаммада Как бы выбор сделан поэтому в общем-то буду я этот поединок сейчас разбирать но перед тем как я к этому приступлю хотел бы отметить некоторый момент да то есть наконец-то да я смог таки реализовать этот подкаст с интерактивом с общением с подписчиками где любой желающий то есть заранее кинул дононс любой желающий может присоединиться в Телеграме в чате в голосовой чат то есть как видите во время трансляции там 20 человек висело там 25 там примерно там по 30 и либо просто посидеть послушать либо задать какой-то вопрос высказать свое мнение и так далее то есть я еще раз подчеркну я много раз на протяжении последних лет это заявлял и еще раз повторю как бы сплит десижн это история не про мешание эксперта да который там сидит что-то рассказывает анализирует и сплит десижн это прежде всего комьюнити то есть когда я начал интересоваться ММА я очень быстро понял что общий уровень развития среднестателем фаната ММА в России пиздец какой низкий и при этом аудитория постоянно прирастает прежде всего молодежью так называемыми пиздюками школьниками а с ними о чем-то серьезно разговаривать вообще не приходится да через какое-то время я понял одну простую вещь что если я хочу разговаривать в том ключе в котором мне нравится с теми людьми которые соответственно мне интересны то я должен создавать свои площадки и так и появилась сначала группа сплит десижн потом естественно там ютюб канал там канал в Телеграме и так далее так далее чат и прочее и я еще раз повторяю никогда у меня не было цели сделать именно свои площадки ультрамассовыми там с десятками сотнями тысяч подписчиков там с миллионами потому что это будет неизбежно осуществляться за счет прироста вот именно вот это вот неадекватная аудитория она мне не нужна то есть безусловно если вы зайдете на сплит куда-нибудь там в Телегу допустим в чат где сейчас наибольшая активность это не значит что вас там нахер не пошлют там по поводу а иногда и без повода нет но точно соответственно да любые там попытки там бесконтрольного тролинга будет пресечены никто не будет оскорблять ваших родных и близких вернее может попытаться но сразу получит пермабан и там как бы в цене прежде всего адекватно аргументированное общение никто не любит после турнира с кукареков то есть вот о чем идет речь именно поэтому я развиваюсь в сторону интерактива у меня давно уже зрела эта идея но я от нее отказывался по техническим причинам потому что у меня не было свободного времени у меня сейчас его не так уж и много по причинам пополнения в семье но со временем что-то меняется ребенок растет времени становится все больше а ближе к лету я соответственно планирую выйти в режим когда фактически каждый подкаст будет с подключением подписчиков где любой человек сможет еще раз повторять не то что задать мне вопрос там да чтобы получить какой-то там ответ или экспертную оценку нет я повторял время подкаста в том числе мне интересно мнение людей аргументированное мнение людей то есть никто никому рот не затыкает если человек хочет высказаться свое мнение дать то он вправе это сделать для этого есть такая возможность так что будем развиваться еще раз повторяю сплит я прежде всего ценю за свое комьюнити за тех людей которые там сидят кто-то давно кто-то недавно подключился я в любом случае всегда всем адекватным рад и если вам покайф именно да вот атмосфера сплита вот эти правила там нехитрые и если вы как бы ну не хотите там тонуть в море дерьма оскорблений там и тупого там топилово и фанатство то welcome я вас приглашаю элементарно если вы не смотрели этот выпуск просто посмотрите послушайте ребят которые говорили я заранее дал анонс любой желающий повторяю любой желающий мог зайти и поговорить высказать свое мнение задать вопрос все ребята которые высказывались это как правило взрослые парни без там мат на мат перемат с достаточно аргументированной позиции и с хорошими вопросами то есть вот это так вот это среднестатистические подписчики сплита которым скажем так не стыдно открыть свой рот в микрофон телефон там или какое-то техническое средство которое у него соответственно есть в общем по этому поводу я высказался я понял что формат зашел что отличный формат отличный подкаст кто-то там уже сказал что их жалко не залетел я бы залетел бы в следующий раз я буду развивать это направление и в общем-то ждите просто за анонсами ждите анонсы следите за ними там в телеграме вконтакте в инстаграме вкладке сообщества на ютюбе и подключайтесь когда соответственно будет нужное время нужный день и нужный повод вот все что хотел сказать по этому поводу я сказал теперь перейдем непосредственно к прогнозу как многим кажется поединок там ультрапрозрачный и зачем вы за него голосуете такие комментарии примерно видел но в любом случае в таком неярком турнире не на мирном в целом уровень интереса к парам противостояния он такой очень средний по коэффициентам это в принципе тоже выражено здесь достаточно много равных пар тот же самый ротвилл линс 50 на 50 идет там вид против сэммельсбергера тоже коэффициенты очень близкие в принципе пар с условно близкими коэффициентами ну по пол карда как минимум там игги против такера там я не знаю тот же самый капи против николау не и понятное дело что здесь понятный фаворит понятный андердог но все равно для тех ребят которые не зациклены на коэффициентах выше двушки можно сыграть там грубо говоря с победителем в любую сторону и это я еще не копаюсь там в тоталах где тоже в общем то там тоже есть куда рассмотреться не за что выбрать понятное дело что вот в этом плане противостояние леона эдвардса против белала мухаммада многим кажется вполне себе очевидным в плане выбора победителя то есть фаворит в этом плане вполне себе понятен леон эдвардс несмотря на свой простой там долги и так далее все равно топовый боец который прошел многих соответственно до стоящих оппонентов и даже если проигрывал то проигрывал как правило действительно ну бодрым ребятам это в четырнадцатом году был клаудио силу который сейчас нет-нет может до выстрелить там есть еще порох пороховницы 2020 году по моему бился там 4 побеждал 19 после простоев а в четырнадцатом и тем более и последнее поражение датировано пятнадцатым годом против камору усмана это это не было скажем так прям разгромом полнейшим все равно нет нет что-то он там да показал и после этого раз два три четыре пять шесть семь восемь побед подряд ну это в любом случае признак качества при этом он далеко не возрастной боец ему 29 лет и да он долго не бился по причинам там простоев отмен турниров пандемийный год потом сам подцепил корону но многие опасения касаемо форму он снял недавними постами в социальных сетях показал свою форму выглядит он конечно но эталонно то есть имеется ввиду это тот ли он эдвардс которого мы привыкли видеть поэтому общие какие-то переживания опасения сняты но как это будет как он будет себя показывать в бою скажется на нем скажем так вот это вот вот это вот пауза накопилось ли там ржавчина но это мы увидим соответственно вот на этой неделе но пока как говорится переживаний вроде каких-то особых нет с другой стороны белал мухаммад в свое время очень ярко ворвался в ufc причем если не память не изменяет он тогда был на коротком уведомлении почти почти победил алана жубана там жесткую рубилова показали ну и несмотря на поражение все равно привлек себе внимание но очень быстро он показал что в общем-то он не тот рубака который был в поединке с алан жубаном все больше он скажем так предпочитает давать придает предпочтение борьбе там да ну в любом случае стойка присутствует но иногда он спасается именно в тейкдаунах ну и в общем-то какие-то прям хорошие винстрики на отстающими оппонентами у него в общем-то не особо сильно получалось набивать проиграв из талюки разгромно получил там грубо говоря 4 достаточно проходных оппонента проиграл решением джоффри нилу сейчас собрал опять набрал хода из четырех побед ну вот и собственно в любом случае он получил бы шанс на то чтобы реализовать себя как-то с более или менее стоящим оппонентом но здесь соответственно подвернулся этот турнир я напомню что леон эдвардс изначально должен был драться здесь против хамзата чимаева чимаев слетел и белал мухаммад решил воспользоваться шансом предложенными ему и выскочил на этот турнир по сути на коротком уведомлении обратите внимание на даты то есть здесь галима он дрался 13 февраля а этот турнир соответственно пройдет 13 марта то есть ровно месяц там ну плюс февраля уже на этом году сколько там числе число было 5 секунд 28 то есть меньше меньше 30 дней в общем-то прошло и мягко говоря это конечно же ключевой фактор я сейчас пожалуй объясню свою точку зрения чтобы было понятно просто этому это отметьте да чтоб все это короткое уведомление все-таки до месяц это не две недели недели но это месяц месяц это не так много то есть имеется ввиду что ничего нового бела мухаммад тактически наработать не сумеет факт по факту да как-то особо подготовиться под леона эдвардса нет максимум что мы от белала мухаммаду видим это стандартные наработки в стойке борьбе то есть который тому же саму леону эдвардсу тоже вполне себе прозрачный понятны то есть леон эдвардс в этом плане как бы достаточно опытный чтобы подстроиться под любого бойца вторым моментом который собственно накладывается на то что белал мухаммад на короткое уведомление является то что он по крайней мере в ufc ни разу ни с кем не дрался пяти раундовых противостояниях я просто особо сильно сейчас даже не смотрел вот со стивом карлом у него там не все предпоследний был бой за вакантный титул полу среднем весе там он держал победу в четвертом раунде после этого в общем-то у него в и у него пяти раундов боев у него и до этого получается не было и после соответственно в и все тоже то есть здесь и ситуации грубо говоря немного схожи с алджимен стерлингом который там до 10 лет назад дрался пять раундов здесь как бы не 10 лет но тем не менее прошло уже пять то есть человек пять лет не дрался пять по пять плюс это и все там да мы понимаем что там и сада не сада непонятно там был ли он тогда когда-то на каком-то творожке и так далее хотя в общем-то не похоже то есть если бы даже этот бой был на полном лагере для белала мухаммада и леона эдвардса я в любом случае присмотрелся бы к ставке на неполный бой в чем смысл пять раундов это очень длинная дистанция для того чтобы здесь могло произойти что-то то есть нокаут там садмишин не знаю там сечка травма дисквалификация все что угодно да то есть пять раундов то длинная дистанция и при любом раскладе при любых бойцах если я вижу в пяти раундовое противостояние коэффициент выше двушки и это в любом случае заставляет меня задуматься присмотреться не всегда естественно выбираете по пяти раундовый бой кэф выше двушки забираем на тм да на неполный бой нет и это заставляет меня задуматься и здесь значит скапываясь в это все я собственно выясняю там для себя да что белал мухаммада 5 раундов никогда не дрался в юси последний раз то было в титаны все пять лет назад раз во вторых как бы он на этот бой выходит на коротком уведомлении то есть на подготовку не был всего лишь месяц и в данном случае этот месяц не ему потребуется не для того чтобы наработать какие-то технические нюансы или что-то еще а банально чтобы на таком коротком сроке вторую веса гонку провести без каких-либо там до нюансов и прочего и в любом случае на его выносливости это скажется я напомню что он и так своих боях три раунда проходит скажем так с натяжечкой не в очень активном режиме а здесь 5 так что еще раз не было пять раундов и все ни разу один раз твоей истории только дрался короткое уведомление что ни хрена ему не в плюс вот плюс белал мухаммад на данный момент не сталкивался с такими оппонентами именно по по рейтингу и по навыкам как леон эдвардс это пожалуй самый опасный оппонент его карьере да уже три не в пользу белала мухаммада ну и в целом здесь еще в сторону тенки также вы смотрит то что все-таки мэй би если там простой как-то очень жестко скажется на леоне эдвардс и его прошедшие болезни прочее возможно и он там да как сдохни там уже раунде во втором видим культ вял и так вот белала мухаммада этого отбрасывать тоже не стоит но это уж прям совсем фактор последней последней очереди так что здесь но опять-таки с учетом всех этих факторов которые перечислил я считаю что имеет смысл заиграть неполный бой но не с той позиции типа грузим на эту ставку там сразу большую какую-то сумму я пока еще с процентом не определился и буду определяться уже после процедуры официального взвешивания и вряд ли там коэффициент на тм будет падать здесь особо не переживаю ну упадет но до двух с половиной допустим да поебать не страшно если честно вот на пинке там до открывался эта ставка за 255 выросла до 272 сейчас опустилась до 2 6 но даже если на таком же значении соответственно будет закрываться в принципе меня это устроит но зависимости от того как они какую форму не покажут на весах я приму решение или это один процент скажем так на уровне типа ставки кидаем процент и смотрим бой в лаве дабы была возможность какая-то перекрыться или до грузить или там допустим какой-то другой вариант посмотреть там победителя выбрать уже по ходу боя там если что-то будет происходить либо это будет полноценный ординар примачивая там по 2 или 3 процента я пока еще думаю но это точно будет н просто пока еще не определился с процентом от банка еще раз повторяю да вот скорее всего коэффициент будет районе двух с половиной плюс минус может быть коэффициент вырастет ближе к турниру я этого тоже не исключаю но в любом случае там за диапазоне скажем так ну не ниже 2 и 4 если ниже 24 я конечно уже там сильно поводу думать если 24 и выше меня в принципе это устроит именно на неполный бой но аргументы с моими принципе я привел вот ну и также здесь еще не стоит забывать что в принципе убил алла мухаммада когда он сталкивается с более или менее бьющими оппонентами возникают некоторые проблемы это если сенте люки в нокаут улетал с аланом жубаном там тоже грубо говоря падал с джоффри нилом были некоторые проблемы остальных бойцов а остальные бойцы либо стилистически были для него удобны плане скажем так без безборцовые ударники либо в общем-то сами борьбе себя ничего не представляли кто-то самый например ну именно в стойке как тот же самый chain street country так что ставим на тм и логику я надеюсь доступно объяснил опять-таки если вы с чем-то не согласны если у вас есть какое-то свое мнение там или так далее так далее так далее то конечно же можете всегда его написать в комментариях под подкастом вот там залетайте в telegram там контакт везде где вам удобно но вот но свою точку зрения я соответственно высказал на этом собственно все всем желаю удачи и напоминаю что уже после процедуры официального взвешивания будет записан дополнительный подкаст я там окончательно придет на этот бой окончательно прогноз окончательно ставку свою озвучу с конкретным процентом от банка вот конечно же будет записан там подкаст для клиентов с обзором всего кадр с разбором всего карда естественно будет пакет платных прогнозов я уже отметил что в этом карте несмотря на его типа спортивную незрачность достаточно много пар интересных по коэффициентах в тоталах. Есть интересные варианты. Так что будет на что поставить, будет на что посмотреть. Ну и, конечно, залетайте во время трансляции в Telegram. Там активное обсуждение всегда идет в чате в текстовом. Активное обсуждение всегда идет в голосовом чате. То есть, если вы, как и большинство зрителей UFC в России, смотрите этот тур вечером в одинокого, в соляного или ночью и вам банально просто скучно, чувствуете себя одиноко, то залетайте. Вас всегда будет ждать веселая, адекватная компания. Не всегда очень веселая, не всегда очень адекватная, но в любом случае она будет вас ждать в Telegram, на сплите. Ссылки все в описании. Всем удачи и пока!